добрый день всем коллегам я кстати за то что наши встречи театрализованы мне кажется это такое придает им шарм как всем сложным темам поставьте плюсики если меня хорошо слышно видно и я пожалуй начну спасибо большое отлично в мае я вам обещала рассказать о важном событии которое нас ждало в начале июня наше издательство в числе немногих московских издательств участвовала в книжном фестивале красная площадь условия были очень тяжелыми было много мер предосторожности безопасности но это все помогло провести такое крупное массовое мероприятие на высоком уровне заботой о здоровье наших читателей сотрудников издательства и ну конечно этот фестиваль не сравните с тем что было ранее с предыдущими годами вот если сравнивать то посещаемость обычно пятидневного фестиваля красная площадь была примерно 30 тысяч человек в день в этом году фестиваль был трехдневный и с фиксированным числом посетителей всего 18 тысяч за весь период да то есть разницу вы чувствуете однако это было обоснованное решение и вот самое главное что удалось прочувствовать и книжникам и читателям наконец-то вышедшим на улице москвы это дух вот этого мероприятия чувствовал что мы возвращаемся к обычной жизни несмотря на то что вечерами по красной площади пролетала перекати поле не было никого все равно вот было ощущение того что мы все возвращаемся к нормальной жизни и мы со всем справились вот ну сегодня у нас последний вебинар из цикла новинки издательства директ медиа конечно же это не значит что мы прекращаем выпускать новинки мы будем и дальше работать но дадим вам передышку и в следующий раз уже встретимся осенью мы подготовили в июне книги по разным направлениям специальностям это и право история искусство иностранный язык управление персоналом психология педагогика безопасность жизнедеятельности туризм также пополнили серию неочевидно и невероятно я про нее он чуть-чуть расскажу самом самом конце и еще мы запустили линейку аудиокниг это тоже такое вот действие которое которому нужно уделить немножко внимания по нему вам тоже сегодня расскажу начнем с направления юриспруденция учебное пособие правовые семьи современности исторические корни основные черты и некоторые правовые институты это учебное пособие предлагает магистрантам аспирантам направление подготовки юриспруденция в краткой форме но с достаточной для учебных целей глубиной познать основные современные правовые системы роману германскую а англо-американскую мусульманскую а также ознакомиться с отдельными правовыми институтами отражающими специфику правовой семьи в которой они сформировались вот такое интересное пособие следующая книга она относится уже к управлению персоналом документационное обеспечение управления учебно практическое пособие в схемах таблицах образца в этом пособии дан систематизированный теоретический и практический материал который окажет значительную помощь при разработке и оформлении документов контрольные вопросы по разделам помогут закрепить полученную информацию пособие это может быть использована студентами направления направления документоведения архивоведения и всем всеми обучающимся по программу высшего и среднего профессионального образования изучающими делопроизводство также она может оказать практическую помощь разумеется и широкому кругу читателей специалистов при составлении документов следующая книга тоже относится к управлению персоналом служебные документы формуляры и примеры оформления это альбом он является дополнением к учебно-методическому комплексу может оказать практическую помощь при самостоятельном выполнении практических и внеаудиторных работ в соответствии с избранной индивидуальной траекторией обучения альбом этот содержит два раздела формуляры документов и образцы документов он предназначен для студентов обучающихся по направлению подготовки документы ведения архива ведения управления персоналом и ряда других направлений далее учебное пособие социальные аспекты производственной деятельности предлагаемое учебное пособие содержит материал раскрывающий сущность и содержание социальной защиты работников предприятия и организации оно характеризует социальные аспекты производственной деятельности описывает основные инструменты их реализации предназначена для студентов обучающихся в магистратуре по направлению социальная работа ну разумеется оно подойдет преподавателям и всем заинтересованным лицам переходим к следующему направлению основным считают здесь туризм будет несколько книг по этому направлению первое это учебный практикум формирование профессионализма будущих менеджеров туриндустрии ну что здесь можно сказать современный рынок туризма требует новых подходов к организации самостоятельной работы студентов автор этого учебного практикума надеется что материалы изложенные в нем содержат полезную информацию об основных направлениях профессиональной деятельности менеджера по туризму практикум этот адресован студентам обучающим именно по этому направлению далее далее поместила медицину и фармацевтику очень интересный учебник статистика в биомедицине формации и фармацевтики в настоящее время особое внимание уделяется разработке вопросов доказательной медицины в настоящем издании приведены методы статистической оценки результатов клинических испытаний которые соответствуют всем требованиям надлежащей клинической практике предлагаемые подходы позволят решать большинство задач статической оценки клинических экспериментальных исследований учебник этот содержит примеры и пошаговое описание решений типовых задач возникающих в медицинских исследованиях адресован он обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре ординатуре аспирантуре по области образования здравоохранения и медицинские науки следующий я бы сказала пункт книг по направлению безопасной жизнедеятельности не стала выделять входящие туда направления но это можно будет понять по наверное названием книг которые мы подготовили в безопасной жизнедеятельности и пожарная безопасность входит и многие другие поэтому просто обозначают область безопасной жизнедеятельности и предлагаю посмотреть какие мы выпустили книги они все предназначены для среднего профессионального образования начнем с первого учебного пособия категорирования складских и производственных объектов по пожаро-взрывоопасности требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям объектов это учебное пособие приобретает особую актуальность в связи с возросшей техногенной деятельностью человека и участившимися в последнее время случаями возгорания промышленных объектов теоретические основы практические задачи помогут выполнением собственно практических занятий курсового дипломного проектирования студентам обучающимся по направлениям подготовки пожарная безопасность вот это направление закрывает книга следующее также относящиеся к безопасности жизнедеятельности учебное пособие предназначенное для среднего профессионального образования тиск интегральное моделирование при прогнозировании процессов распространения продуктов горения в помещении цель этого пособия дать углубленные знания при изучении интегрального способа расчета опасных факторов пожаров в помещении В представленном учебном пособии подробно описан математический аппарат интегрального метода расчета этих опасных факторов пожаров в помещении. Показано применение интегрального метода конкретным ситуациям с пожарами в помещениях. Адресовано студентам СПО по направлению также пожарная безопасность. Следующая книга, вы видите, что оформление у нас одинаковое, она тоже предназначена для обучающимся среднего профессионального образования. Это практикум обследования и оценка шумового загрязнения урбанизированных территорий. Практикум этот в определенной степени связан с возросшей техногенной деятельностью человека. В нем рассмотрены вопросы шумового загрязнения урбанизированных территорий. Приведены примеры расчета и оценки шумового загрязнения при магистральных территориях. Рассмотрены мероприятия по защите от такого шумового загрязнения. Далее книга в этом же блоке безопасности жизнедеятельности «Прогнозирование обстановки при чрезвычайной ситуации на водохранилище». Это тоже практикум. Если вы заметили, то автор у пула этих книг один, Алексей Валерьевич Федорян. Вот если к этому практикуму вернуться, конкретно этому, то что можно сказать? Он поможет при прогнозировании обстановки при чрезвычайных ситуациях на водохранилище. Предназначен для практических занятий и выполнения расчетно-графической работы студентам СОО, обучающимся по специальности водоснабжения и водоотведения. Дальше перейдем к книгам по техническим направлениям. Начнем с механики. Краткий курс лекции по технической механике. Вот предлагаемый курс лекций, он призван дополнить знания студентов, осваивающих науку о механическом поведении твердых, деформируемых тел, при действии на них силовых, температурных и других нагрузок. Одна из тем курса посвящена сопротивлению материалов. То есть это такая книга, дополняющая раздел механики, но ни в коем случае не заменяющий курс в целом. Далее интересное учебное пособие. Электроснабжение и электропитание нитяговых потребителей железнодорожного транспорта. Эффективная работа инфраструктуры железных дорог требует надежного обеспечения электроэнергии, чему и посвящено предлагаемое вашему вниманию учебное пособие. В нем изложены вопросы по строению системы электроснабжения и электропитания нитяговых потребителей железных дорог. Приведено описание основного электрооборудования, применяемого в стационарной электроэнергетике железнодорожного транспорта. Пособие это предназначено для студентов, проходящих подготовку по специализации электроснабжения железных дорог. Хочу обратить внимание, что в общем для транспортников и железнодорожников в частности, в нашем издательстве имеется довольно большой полукник, довольно узких и редких тем и дисциплин. Ну, собственно говоря, это предмет нашей гордости, потому что железнодорожный транспорт, то, сколько сил и материальных, и физических вкладывается в его развитие, это хорошие показатели. Мы будем работать в этом направлении и дальше. Следующая книга относится уже к направлению «Психология». «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии». Это монография. Она рассматривает актуальные проблемы теоретической и практической психологии. В ней акцентировано внимание на вопросах современной психологии. Ну, боюсь, что это максимум, который я могу про нее рассказать, потому что, конечно, здесь она будет ценна всем специалистам. Далее, тоже при направлении «Психология» мы издали учебное пособие для студентов высших учебных заведений «Возрастная психология». В этом пособии рассмотрены основные закономерности, теоретические направления современной возрастной психологии. Это и, кстати, предыдущее издание, адресованное преподавателям студентам психологических направлений подготовки, практикующим психологам и всем, кто интересуется проблемами современной психологической науки. Потому что и возрастная психология, и, собственно, актуальные проблемы теории и практики современной психологии – это все довольно обширные темы и направления, и, конечно, такой же и круг потребителей имеют. Далее, тоже в направлении «Психология» подготовлено учебное пособие «Проблемы современной психодиагностики личности». В этом издании даны основные теоретические и практические положения о предмете и методах психодиагностики личности. Личностные опросники, проективные и малоформализованные методы исследования личности. Все вот это, содержащиеся в пособии, поможет глубже проникнуть в суть проблем. Адресовано оно преподавателям и практикующим психологам. Следующее направление – это педагогика, и мы рады представить новое учебное пособие «Педагогика в системе дополнительного образования детей и взрослых». Автор-составитель этого пособия – доктор педагогических наук Валентина Владимировна Абраухова. Мы уже встречались с рядом ее книг, надеюсь, она вам знакома. Что можно сказать? Автор обращается к тем, кто не желает останавливаться в собственном развитии, стремиться к постоянному совершенствованию. Пособие направлено на детей. Адресовано, разумеется, взрослым и содержит основные нормативно-правовые и содержательные аспекты системы дополнительного образования. Отмечу, что автор рекомендует электронную форму обучения. Ежемесячно мы пополняем новинками наш пул книг по иностранным языкам. Останавливаться в этом мы не собираемся. И представляем вам наше июньское пополнение. Это сборник текстов и упражнений по немецкому языку для студентов технических специальностей. Вот любим сложности, ничего не можем с этим поделать. Сборник текстов и упражнений предназначен для студентов, изучающих дисциплины иностранный язык немецкий, в частности, по техническим направлениям подготовки. Целью данного пособия является развитие навыков, умений в различных видах чтения специальных текстов в технической сфере. Тексты уроков предназначены для развития у студентов навыков, изучающего и ознакомительного чтения. Сборничек такой небольшой, задачи, упражнения, но довольно узкие технические специальности. Они, в принципе, очень сложны были для подготовки такого материала, но мы справились. Следующее учебное пособие – семантическая структура лексических единиц, предложения, высказывания, динатативное и коннотативное значения. Цель данного пособия является учебно-методическое обеспечение системы высшего образования. Оно предназначено для студентов бакалавриата, специалитета технических и экономических направлений. Включает в себя основные тематические разделы, которые необходимы для подготовки студентов к даче экзамена зачет по немецкому языку. Пособие содержит основной лексический материал по практике устной и письменной речи немецкого языка, построенный по единой схеме, направленный на формирование услушателей базовых и профессиональных компетенций и навыков владения и распознавания иностранной речи. Пособие это составлено в соответствии с программными требованиями и с учетом кросс-культурных особенностей научной деятельности в будущем нашей страны и за рубежом. Переходим к блоку гуманитарных дисциплин. Наше издательство хотело бы обратить особое внимание на данное учебное пособие. Я, кстати, выход его анонсировала в мае. Очерки цивилизационной истории Европы. В этом учебном пособии рассматриваются довольно важные и сложные методологические проблемы. Либо слабо затрагиваемые в исследовательской литературе, либо до сих пор не решенные однозначно. Это учебное пособие имеет оригинальный авторский подход. Аналогичных изданий в нашей стране еще не выходило. Хотя отдельные темы, конечно, рассматривались в разных учебных пособиях. Данное учебное пособие принципиально отличается тем, что опирается на широкий фактический материал и на те наработки, которые сделаны в исторической и историко-культурной литературе. Пособие может быть использовано на отделениях истории и археологии в вузах, где читаются аналогичные или близко по содержанию курсы. А также может быть интересно всем, кто интересуется европейской историей. Обращаю ваше особое внимание, что касается книг этого автора, они регулярно производят фурор. То есть на них есть спрос и темы, которые, казалось бы, может быть даже и не очень актуальны, они в итоге настолько глубоко проработаны, что и библиотеки, и вузы, они выделяют сразу же в огромной массе книг именно этого автора. И обращаю ваше особое внимание именно на эту книгу. Далее, также в истории хотелось бы обратить ваше внимание вот на какое учебное пособие «Иван Грозный и его время». Цель этого пособия – помочь читателю не только сориентироваться в наиболее сложных проблемах эпохи Ивана Грозного, но и способствовать развитию у студентов и учащихся старшей школы, кстати, это можно для школьников использовать, интересы к истории России и наиболее значимым ее персонам, адресованным студентам гуманитарных факультетов, вузов, а также учителям истории, работающим в рамках системы дополнительного образования. Следующая книга тоже по направлению истории – «От Острога до Укрепрайона. История фортификации с древности до середины XX века». Это новинка нашего издательства, книга «Доктор исторических наук» профессора Леонида Васильевича Беловинского, автора ряда учебных пособий, популярных книг, энциклопедических словарей, кстати, по истории русского дореволюционного и советского быта. В этом издании дан обзор эволюции крепости от ее зарождения до превращения в укрепрайон в середине XX века. Иллюстративный материал делает книгу яркой, дополняет ее наглядной информацией, адресована широкому кругу читателей. Кстати, если говорить об иллюстративности, то многие рисунки автор сделал самостоятельно. Следующая книга тоже в рамках исторического направления. Российская историография о масштабах репрессий и потерь СССР в 1937-1945 годах прошлого века. Называется она «Лжи к покаянию». На разных этапах послевоенной отечественной истории вопрос о масштабах репрессий и потерях в войне становился предметом острых научных дискуссий, политических игр, идеологических противооборств. Монография, о которой я вам сейчас рассказываю, рассматривает взгляды отечественных историков на проблему современного перестроечного и постсоветского российского периода от первых публикаций второй половины 30-х годов прошлого века до новейших исследований. Это издание адресовано всем, кто интересуется отечественной историей и историографией 20-го века. Следующая книга. Это второй выпуск биобиблиографического словаря, продолжающего реализацию проекта по русскому зарубежью. В данном издании приведены сведения о 148 исследователях, занимающихся проблемами русского зарубежья и информация почти о 50 ученых, живущих за пределами Российской Федерации. Книга подводит некий итог в изучении российской иммиграции за последние почти 30 лет. Рассчитана на специалистов, всех тех, кто интересуется историей России и русского зарубежья. Напомню, что у нас выходил в 2018 году первый выпуск этого словаря. В начале этого года мы выпустили материалы к биобиблиографическому словарю. И вот этот комплект из трех книг – это матчев в каждой научной библиотеке и исследовательских институтах, посвященных архивным исследованиям и разработкам. В общем, такой комплект довольно достойный. Следующее пособие, которое я анонсировала в мае в направлении искусства, поместили теории и практики организационно-творческой деятельности руководителя любительского театрального коллектива. Учебное пособие затрагивает ряд теоретических и практических вопросов, связанных с организационно-творческой деятельностью руководителя любительского театрального коллектива. Адресовано оно студентам, аспирантам театральной специализации, исследователям, преподавателям вузов и колледжей, руководителям любительских театров, коллективов, студенческих театров. В общем, такое учебное пособие для театралов. Далее, тоже в разделе искусства, учебно-методическое пособие, народное творчество и фольклорные традиции. Предназначено это пособие для средних специальных учебных заведений культуры и искусства. Содержит описание народного художественного творчества, основных этапов развития и современное его состояние в России. Пособие составлено в соответствии с требованиями к знаниям и умениям в ГОС, СПО, обучающихся по специальности сольное и хоровое народное пение. Такое, видите, узкое направление, но огромное удовольствие получили при подготовке этого пособия. Следующее учебное пособие тоже в рамках искусства, художественная обработка дерева. Кстати, у нас вот по этому направлению есть несколько учебных пособий, и они регулярно востребованы. Нас это очень радует и двигает в направлении подготовки подобных пособий, очень узких специальностей, но если они нужны, значит так тому и будет. Что касается этого учебного пособия, здесь изложены основные сведения о свойствах древесины, изготавливаемых из нее изделиях и принципах их проектирования. Рассмотрены все способы обработки древесины ручными инструментами, а также виды резьбы по дереву, мозаики и приемы их выполнения. Описаны технологии изготовления различных изделий культурно-бытового назначения, мебели, элементов декоративного оформления домов, лесных скульптур, где оно может быть использовано, это учебное пособие. В учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ, при организации факультативных и кружковых занятий в школах всех типов. Ну и разумеется, будет интересно широкому кругу читателей и всем, кто увлечен обработкой дерева. В начале нашего вебинара обещала рассказать про серию научно-популярных книг, называется она «Необычная и невероятная». Серия это не новая, мы ее продолжаем уже год. Туда входят книги научно-популярные, вот что касается книги, выпущенной нами в июне, не такие, как все люди-феномены, книга вторая. Вот в рамках выпуска научно-популярных книг мы представляем вот эту книгу. Это книга известного писателя-публициста Николая Непомнящего. Я уже рассказывала про первый выпуск и чуть-чуть расскажу про второй. Их называют чудо-людьми. Они могут сделать то, что не под силу простому человеку. Уникальность людей-феноменов доказана, но мало изучена. На примере таких людей автор рассказывает о необыкновенных проявлениях человеческой природы. Вот о чем эти книги. Еще одна книга, входящая в эту же серию, «Антидарвин. Неудобная антропология». Книги Ярослава Бутакова – это всегда непознанное и непостижимое. В одном издании. Вот эта новинка, которую мы представляем вашему вниманию, она посвящена тайне происхождения человека. Ну, это понятное название, да? Однако сам автор сразу ставит читателя в известность о том, что предлагаемая ему книга с позиции статусной науки относится к разряду маргинальных. И это как бы в лучшем случае. В худшем случае, если она привлечет внимание публики, а ее автору присвоят почетный ярлык Фрика. Так что судить вам, уважаемые читатели, не буду раскрывать всех тайм, но это того стоит. Все-таки теория Дарвина уже обсуждалась со всех сторон. И то, что есть в этой книге, ну, это, конечно, потрясающе. Действительно, человек тут сам решает, на какую сторону ему вставать. Не говорю в этом вебинаре о книгах, о которых вы привыкли слышать, мемуарные серии, да, такие вот, золотая научная классика. Но мне бы хотелось рассказать о том, что мы сделали в этом году, ну, так, подводя итог. Это коллекция электронных книг, которая называется «Послушайте». Это аудио книги. Направление для нашего издательства не новое. Однако рост интереса именно к аудио позволил нам вернуться к этому формату. Что могу сказать об этой коллекции аудиокниг? Она включает в себя труды выдающихся историков, философов, важнейшие мемуары о сложных моментах в истории нашей страны и мира. Это книги по культурологии, истории церкви, биографии странных и удивительных личностей, исторические романы. И перечень авторов, перечень имен, которые входят в эту коллекцию, он тоже впечатляет. Это и Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Дмитрий Мережковский, Сергей Мельгунов, Василий Татищев, Константин Леонтьев, Лев Троцкий, Федор Успенский, Павел Щеголев и многие-многие другие выдающиеся авторы, неоднозначные во многом. И, кстати, есть и современные, такие историки, как Алексей Богданов и Юрий Рябцев. Что могу сказать о составе? Об именах вы уже поняли, что это такой пул действительно выдающихся личностей. А что касается изданий? Это и многотомные воспоминания выдающегося премьер-министра в правительстве императора Александра Третьего Сергея Вицы. Важнейшие записки о революции ее активного участника Николая Суханова. Причем аудиокнига включает в себя все семь томов. В СССР эта книга была запрещена. Культурологическую литературу представляет важное и интересное исследование, например, Александра Амфитеатрова «Дьявол в быте, легенде и литературе средних веков». Мемуары о зарождении терроризма в России. Это начальник Петербургского охранного отделения Александр Герасимов. Об истории религии интересная книга Джорджа Томаса Беттани и Роберта Дугласа «Великие религии Востока». В общем, масса книг, которые мы выпустили в аудио. Там есть Эмиль Гунов «Красный перор в России» 18-23 годов и книга Сергея Аденбург. «Царство императора Николая II» и многие-многие другие. В общем, не рассказываю вам о золотой научной классике в традиционном виде, но рада вам представить, что практически вся она есть в аудио. Ну и, пожалуй, на этом все, друзья мои. Мы с вами прощаемся до начала учебного года. Это всего два месяца, то есть даже меньше, чем пережитый нами карантин. И напоминаю, что мы будем продолжать работать, выпускать новые книги. Все новинки издательства, разумеется, рассказать невозможно. Мы выделяем только то, что может заинтересовать. Регулярно выкладываем их на нашем сайте beresmedia.ru. В наших социальных сетях. Это и Инстаграм, и ВКонтакте, и Фейсбук. В общем, в течение лета мы будем продолжать активно работать. И ждем вас на нашей осенней встрече. Я надеюсь, что мне будет чем вас порадовать. Берегите себя, отдыхайте, набирайте сил. Нас ждет очень много интересного. Я с вами прощаюсь. Если есть вопросы, можете задать. Ну а так, приятного вам отдыха и до встречи осенью. Всего доброго.